Канал BlitzBest. Парень снимает всевозможные обзоры, приколы, летсплеи по танкам и зачастую на канале проходят различные конкурсы. По шапке канала видно, что автор планирует снимать не только Blitz, но и видосы по другим играм. Хорошая подача, приятная дикция и в целом неплохой юмор. Заинтересовал? Тогда переходи по ссылке в описании и жмакай на красную кнопку. Друзья, всем привет! Вот и пришло время поговорить о самой фановой бутылке 8 уровня, грациозном монстре Т49, который действительно заслуживает вашего внимания. В этом видео мы сравним, какое из орудий в целом будет более комфортным и интересным, а какое чисто по фану. На корабле двух капитанов не бывает. За круглый стол сядут, чтобы сразиться лицом к лицу 152-мм Дрын и 90-мм орудие Т-132Е4. Всем, кто ждал Т49, не забудьте прожать лайк. Ну а мы начинаем. Итак, 152-мм орудие или же Пашалим славится своей в первую очередь фановостью, но также своей точностью в кавычках. Слабым пробитием на основных снарядах, а здесь кумули на минуточку, достаточно сложные снаряды, особенно для новичка, и хэш-фугасы, как голдовые. Скажу честно, каждый раз, выкатывая этот танк, помню, как сильно нас нагребали, ведь танк в скором понерфили. Лично я еще помню те дни, когда катал с Халком и страдал на стоковом бульдоге. Катал на Чаффике, тогда он еще был пятого уровня, ради Т49 грозы взорванных боеукладок, контуженных наводчиков и убитого в хлам экипажа. Одним выстрелом танк сносил половину модулей и улетал в неизвестном направлении. В те дни в игре не было такого обилия попаданий, и вот тогда Т49 был реально суровый танк. Сейчас же у нас более слабое пробитие, более нежные фугасы, такие чисто для девочек, так сказать, которые не превращают танк в корыто, не нерфят его с подачки, а просто сносят 200-300 урона, если кидать в лоб. Ладно, опустим трогательные речи о том, какой же танк был имбовый и посмотрим, какой он сейчас. Итак, круг разброса больше напоминает Марианскую впадину, в которой будут пропадать все ваши снаряды, сведения 5,6 секунды. Говорят, только ИС-5 из совков будет хуже, чем Т49, а пробитие на кумулятивных 152 миллиметра. Я вообще молчу. Видимо, кто-то вдохновлялся перфекционизмом, что сделал такое же пробитие, как и сам калибр. Вот только на комфорте это явно сказалось в худшую сторону. Пробивать танки в лоб, особенно если это восьмой или девятый уровень, большая редкость. Это как грибы ночью искать. Поэтому забудьте. Заезжаем в корму и пробиваем только туда. Либо ищем слабые борта и накидываем. С пробитием советских танков вообще отдельная история. Да и в целом все орудие это большой рандом, лотерея, казино, похлеще, чем контейнеры в блице. Пробитие совков даже в корму напоминает телевизионную игру Форт Боярд, когда не знаешь, за какой дверью тебя ждет сюрприз. Снаряд обязательно с вероятностью 99% полетит в гуслю. Красный пиксель и того еще хуже зацепит крайне имбовые фальшборта. Найдет у совка невидимые экраны и не пробьет. Да и вообще при игре на Т49 любой совок это сплошной экран. Если вам нужна уверенность, то лучше сразу кидать фугасом, чтобы был хоть какой-то урон. Если говорить о доходности, то это самый прожорливый ЛТ, который я видел. Если играть без премиум аккаунта, можно скатать за бой в минус 30 или 50 тысяч. Особенно если поиграть на фугасах. Но что действительно не отнять, это фан. Т49 это очень веселая бутылка, которая способна со скоростью ветра ворваться в тыл врагов, поджарить всем картонные оппы и свалить как ни в чем не бывало. Танк может порадовать хорошим уроном за выстрел и испорченным настроением урушки, которую вы по-любому встретите в рандоме. И конечно же очень приятным времяпровождением, если вы играете взводом. То ли дело 90 мм орудие. С ней танк чувствует себя более уверенно и по ТТХ очень схож с черным бульдогом. Единственное фугасы здесь имеют слабое пробитие. Да, пробитие все еще хромает, 173 мм, но это уже более комфортно для игры на легком танке. Дальше перезарядка составляет 5,5 секунды. Вам не нужно ждать целую вечность в ожидании, когда ваш алкотанк перезаряжается. С полным фаршем время сведения составляет 2,9 секунды. А минимальный разброс позволяет закидывать в пиксели, в лючки, башенки, крышечки, куда только душе угодно. И по ювелирности ствол не сильно хуже, чем РУ-251. Дальше ДПМ он здесь составляет 2467, что вполне неплохо для СТ или ЛТ восьмого уровня. Тем, кто ждет от орудия стабильности, хорошей точности и приятной стрельбы, даже в движении. 90 мм ствол лучший выбор на Т49. Хорошая стабилизация, шикарный УВН, правда на 152 мм они такие же, что делает этот ствол незаменимым другом любого статиста. И в целом настрел здесь не составляет труда. Вы не будете бомбить при промахе, вы не будете ждать КД целую вечность, а снаряды не будут разорять вашу казну со скоростью налоговой. И скажу честно, если бы я сейчас шел по ветке хомяка через Т49, то для более комфортной игры выбрал именно 90 мм топовое орудие. Оно лучше во все, такое же надежное, как автомат Калашникова. И единственный минус, вы не получите такой фан, как от 152 мм пушки. Если подвести итоги, то 90 мм ствол это лучший выбор, если вы хотите пройти ветку без разорения вашей казны, которую выбивает до последнего цента похлеще пенсионной реформы 152 мм ствол. Но если ваш лучший друг любит запах завода, алкогольных напитков и настоящие стволы для мужиков, то лучше не говорите ему, что 90 мм орудие комфортнее. Просто кивайте головой и говорите 152 мм орудие топ. На этом видос подошел к концу. Прожми лайк, если хочешь продолжение рубрики. Пиши в комментариях, какой танк взять на обзор. И самое главное, танкисты. Играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть чего играть. Редактор субтитров А.Семкин